Ооо, кичио-йомо, соно-токи-ни, эй-ки-но-катари-но, нада-ка-ки-су-йо-ю-ми. Спустя 90 лет представители уникального жанра театра Кабуки смогли вновь показать свое мастерство перед Владивостокской публикой. Впервые такое представление прошло в Приморской столице в 1928 году. Сюрпризом гастролей 21 века стало перевоплощение актеров в роль прямо на сцене. С помощью зеркала и косметики ученик великого актера Итикава Цутанасуке наносил макияж и подробно рассказывал, как подводить глаза, рисовать брови, красить губы. Когда с мейкапом было покончено, на сцену вышел помощник с большим кимоно. Он помог актеру облачиться в костюм, демонстрируя изысканность каждого элемента традиционного наряда. После завершения на сцене вместо мужчины осталась миловидная девушка, которая исполнила танец «Дух глицинии». Сюжет простой. Девушка, дух глицинии, тоскует о возлюбленном. Она выпивает саке и охмелев, начинает танцевать. Танец представлял собой плавные элегантные движения. Каждый элемент имеет свое особое значение, и в Японии только истинные мастера, способные ими овладеть. После ученика выступил и учитель. Итикава Саданзи IV исполнил танец «Журавль и черепаха». Актер продемонстрировал гибкие движения этих грациозных животных. В Японии они почитаются как символы долголетия. Итикава Саданзи IV во Владивосток приехал по специальному приглашению, как продолжатель древней актерской династии. Унаследовав призвание актера Кабуки, могу сказать, что это просто мой жизненный путь. Кабуки – это моя жизнь. Я уже 70 лет выступаю на сцене в Японии. Но на самом деле я не так уже досконально знаю все тонкости Кабуки. Костюмы для выступления и сценическое оборудование привезли из Японии. Это создало атмосферу традиционного театра страны восходящего солнца. Японская делегация во Владивосток приехала в составе 50 человек. 27 из них – дети из города Агану. Все дети попали в театр Кабуки благодаря своим отцам. Всем понравилось, увлеклись и теперь занимаемся этим профессионально. Жители и гости Владивостока смогли в полной мере насладиться японским искусством театра Кабуки и открыть страну восходящего солнца с новой стороны. Получили колоссальное удовольствие, интересно, познавательно. Я недавно была в Докио и увидела женщин, гуляющих с этим кимоном. И было очень интересно, как это все собирается. История театра Кабуки насчитывает несколько сотен лет. Сегодня в Японии этот вид искусства достиг пика популярности. Его используют в том числе и в аниме, знаменитом на весь мир культурном явлении уже наших дней. Нынешние гастроли – одно из мероприятий, которое организует Генеральное консульство Японии во Владивостоке в перекрестный год культурного обмена двух стран. И в эти дни японский театр Кабуки продолжит покорять сердца новых российских зрителей. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.